Впервые свой умный чайник компания Xiaomi представила аж в 2016 году под брендом Mijia. И вот спустя целых 4 года мы дождались его обновления. Рад вам представить Mi Smart Kittle Pro. Какие возможности, что у него новенького и чем он может похвастаться, именно об этом и поговорим в сегодняшнем ролике. Поехали! Так, стоп-стоп-стоп! Купить чайник всегда хорошо и всегда нужно, а вот получить его на халяву — это уже другой разговор. Именно поэтому в этом ролике мы разыграем этот чайник. Все условия я озвучу в конце ролика. А теперь поехали! Начнем с самого очевидного — это материалы. В Pro-версии все так же. Все элементы, соприкасающиеся с водой, выполнены из нержавеющей стали 304. Та самая, которая не подтверждена ржавчине. Без специфического запаха и легко очищается. Кстати, объем резервуара — полтора литра. Что же касается внешних материалов, это пластик. Но пластик, который не впитывает запахи, снова же легко моется. Плюс ко всему тут используется двуслойная конструкция корпуса. А это значит, что обжечься просто невозможно. Максимум он будет тепленьким. Давайте расскажу его основное отличие от прошлой версии у новочайника. И самые внимательные уже успели заметить наличие дисплея на ручке, которого не было, а теперь есть. И да, дело именно в нем. Этот дисплей выполняет две функции. Во-первых, отслеживание температуры нагревания с точностью до 1 градуса в реальном времени. А во-вторых, выбор температуры нагрева перед стартом. По поводу точности до 1 градуса — это действительно правда, и тут сомнений нет. Xiaomi всегда наводит красоту в своих товарах. И Kittle Pro не исключение. Тут у нас используется высокоточный термостат британской фирмы Strix. И, кроме очень дикой точности, также гарантирован срок службы в 10 лет. Теперь поговорим про выбор температуры перед стартом. Это, несомненно, важный факт, потому что, ну, к примеру, для многих лекарств нужно 40 градусов, для детских смесей — 50, для хорошего чая — 80 и так далее. Так вот, изначально на чайнике две кнопки. Одна включает всегда нагрев до 100 градусов, а вторая выбирает один из пяти заранее сделанных в приложении шаблонов. Да-да, он подключается к телефону, но об этом чуть позже. По поводу скорости нагрева. Просто знайте, что полностью чайник, все полтора литра, до температуры кипения, он нагреет за 5 минут. Соответственно, меньше объем заполненный, меньше температуры вы выставите, еще меньше времени на это понадобится. Один из самых главных факторов, почему так быстро, потому что внутри у нас стоит нагревательное кольцо мощностью 1800 Вт. А теперь поговорим, наверное, о самом вкусном, о подключении чайника к приложению на смартфоне. Приложение все тот же, наш с вами любимый Mi Home. Итак, чайник нас сигнализирует только что, что мы к нему подключаемся на смартфоне. Что у нас здесь доступно? Самое интересное. Вообще настроек мало, но они очень функциональные. Во-первых, у вас есть 5 режимов температуры, которые вы можете задавать сами. То есть, к примеру, выбираете первый, выбираете там 90. Ну, сейчас из-за длительности не могу поставить, но в целом 90. И сами выбираете из 5 режимов, нужные вам. К примеру, там 85, 90, 40, 45, 60. Выбираете с помощью вот этого ползунка. Ползунок от 40 до 90 с шагом в 5 градусов. И, таким образом, на самом чайнике уже, вот эта кнопочка, которой вы будете регулировать температуру перед стартом, вы можете выбрать любой из 5 заданных вами изначально режимов по температуре. Но, следующий момент. Длительность сохранения тепла. Это вторая функция чайника, о которой надо рассказать. Кроме того, что он может подогревать воду, он также может и поддерживать определенную температуру. То есть, вы также выбираете эту температуру и сколько нужно по времени ее поддерживать. От часа до 12 с шагом в 30 минут. Выставляете. К примеру, нужно 7,5 часов сохранять тепло в чайнике. Выставили, и он в течение этого времени будет ее поддерживать. Но у каждой из температур, как видим, свой показатель сохранения тепла. То есть, по сути, у вас будет 5 шаблонов нагревания и сохранения. И все это вы можете сделать с приложения, а дальше с чайника одной кнопкой переключать все режимы. Ну и, конечно же, в приложении показывается в реальном времени температура нагрева воды внутри чайника. Ну и последнее, о чем я действительно считаю нужно упомянуть, это защита. Далеко не маловажный фактор. А здесь она еще и тройная. Кроме самого обычного отключения во время кипения, как есть и у всех чайников, у него также предусмотрена защита, точнее автоматическое отключение при нехватке воды. И также защита от короткого замыкания. Итого мы имеем не просто чайник, а некое произведение искусства, которое еще и подключается к смартфону. Ну а теперь условия розыгрыша. Первое. Обязательно подписка на наш канал. Второе. Оставить комментарий под этим видео, почему именно тебе должен достаться этот чайник, и ни в коем случае количество комментариев не ограничено. Третье. Поставить лайк этому видео. Снова же, без этого никуда. Четвертое. Ваши подписки на момент розыгрыша на вашем YouTube-канале должны быть открыты. Ну и еще два условия я оставлю в описании. Они интересны, их лучше прочитать. Ну а я с вами прощаюсь. Правда, ненадолго. Пока.